Митрополит Екатеринбургский Евгений Павел Владимирович, Юрий Иванович, Татьяна Георгиевна, Ваше Высокопреосвященство Владыка Митрополит Челябинский Мяский Алексей, уважаемый Борис Анатольевич Кириллов. Знаете, хотелось бы поприветствовать каждого и каждую из вас по имени, всех тех, кто собрался в этом зале. Поприветствовать, порадоваться, что мы сегодня вновь встретились. Мы не обременены какими-то ограничениями эпидемического глобального характера, но, тем не менее, прикоснемся к сегодняшней нашей встрече с рядом вызовов, с рядом проблем и, может, подумаем, поищем, расскажем, какие есть у нас механизмы, какие есть рычаги для того, чтобы эти вызовы преодолевать, чтобы побеждать добром, злом. Поэтому, сердечно приветствую вас и желаю успешной работы в рамках уже начавшейся встречи. В целом, ряде муниципалитетов нашего региона уже прошли муниципальные рождественские образовательные чтения. В этом году это уже 31-я встреча, 31-й год, совершаясь наш форум. Мы помним встречи, которые были посвящены победе в Великой Отечественной войне, встречи, которые были посвящены святому благоверному князю Александру Невскому в год его 80-летия. Пользуясь случаем, поздравляю вас! Сегодня день памяти святого благоверного князя Александра. Мы помним и прошлый год, когда Петр I в своем 350-летнем юбилее тоже открылся перед нами в особом свете. И вот в нынешнем году тема чтений – глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Прежде чем я как-то прикоснусь к теме, хотел обратить еще раз ваше внимание на квадратик, который был выведен на экран перед началом пленарного заседания, QR-код, который адресует каждого, кто наведет на него свой телефон, в телеграм-канал нашего форума. Вот такую мы решили вести инновацию, чтобы мы общались, а параллельно в телеграм-канале появлялись видеозаписи докладов, тезисы выступающих, ссылки на важные ресурсы, о которых будет идти речь. Таким образом, чтобы вы ушли из зала, а у вас в кармане, в телефоне вся раздатка, все ссылочки, все напоминалочки остались, и вы имели возможность по дороге домой сегодня вечером или в вашей работе воспользоваться теми ресурсами, которые будут представлены на сегодняшнем форуме. Глобальные вызовы. Наверное, трудно было бы найти более актуальную тему. В самом названии этой темы мы видим и стоящие перед нами задачи, и точное, краткое определение и пути решения этих задач. Вот глобальные вызовы. Вызов – это то, что требует ответа. Знаете, как вот вызов телефона. Зазвонил телефон – это вызов. И он понуждает на нас на некое действие. Мы протягиваем руку, берем, отвечаем, начинаем действовать. И вот глобальные вызовы – это тоже некий звоночек, который обращен к каждому из нас и который требует от нас некой реакции. Какие вызовы? Ну, святейший Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл в своей речи как-то совсем недавно на Всемирном Русском Народном Соборе определил, перечислил часть из них. Это политические, экономические, социальные, экологические кризисы. Это падение нравственности, расшатывание духовных устоев. Ежедневно, ежеминутно они ставят на человека перед необходимостью делать выбор. Как ответить на эти глобальные вызовы? Как поступить в ситуации, на которую ты, казалось бы, никак не можешь повлиять? Для верующего человека ответ очевиден. Любой ответ может начинаться только с духовного шага. С обращения, с молитвой к Богу. С вручения себя, Его, Божественной, Святой Воли. И доверия благому промыслу о каждом из нас. Для человека, не обогащенного верою, ответ, вот этот ответ, он не столь очевиден, но только до времени обретения им веры. Святейший Патриарх Кирилл назвал вызовы и провокации эпохи, в которые мы вступили, крайне опасными соблазнами, разлагающими человеческую душу и подталкивающими ее в пропасть греха. Его святейшество призвал наш народ быть сильным духом. Он завершил свое первосвитительское обращение такими словами. «Чем сильнее дух, тем больше силы у народа сопротивляться внешним, а иногда и внутренним опасным разрушительным влияниям». И он призвал, чтобы Бог помог нам именно так, а не иначе, проходить свое жизненное служение, свое жизненное поприще, укрепляясь духовно и тем самым служа Церкви и Отечеству нашему. Показательно, что вот эти вызовы происходят на фоне, с одной стороны, постоянного умножения технических возможностей человека, а с другой стороны, возрастанием старых и возникновением новых опасностей. Я перечислю лишь несколько из известных нам вызовов, глобальных вызовов современности. И мне бы хотелось, чтобы, знаете, как мы почувствовали, вот глобальное – это что-то где-то далеко, это там, знаете, глобальное потепление или похолодание, какие-то глобальные вещи, которые к нам не имеют отношения. Ну почему же? Истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания. Неужели это к нам не имеет отношения? Ну кто-то скажет, ну как где-то там далеко, мы читаем в Антарктиде, там разливается нефть и тают снега, тают леды. Но вот мне доводится общаться с людьми, которые приходят как к архиерею, к священнику, благословите, еду в онкологический центр. Нашли какую-то опухоль, нашли такую болезнь, и человек очень переживает. И в разговоре человек рассказывает, какой диалог был с врачами, говорит, врач говорит, так понимаете, вот эта опухоль у вас, это вот, извините, это среда обитания, это экология, это то, что вы едите, это та вода, которую вы пьете. Вот она рождает, эта экология, глобальные изменения не только в каком-то мире, в какой-то части мира, а в нас самих. И для человека этот глобальный вызов плохой экологии становится очень конкретным, личным, адресным. Человек начинает бороться уже в самом себе. Возникновение новых инфекций. Мы когда-то смотрели фильмы про эпидемию и думали, что это далеко, но вот мы только-только пережили этот глобальный вызов, связанный с пандемией, и понимаем, как это близко касается каждого, сколько людей мы проводили в мир иной. Погружение значительной части наших современников в виртуальный мир и связанный с этим отрыв от реальности. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь вот в этом тезисе. Еще один вызов. Оттачивание изощренных способов манипуляции как личным, так и общественным массовым сознанием. Ну хотя бы что сегодня происходит с сознанием наших соотечественников, наших братьев и сестер на Украине. Манипуляция их сознанием, которая привела к кровопролитию. Создание систем, могущих обеспечить тотальный контроль над человеком. И наиболее остро ощущаемое нами сегодня умножение вооруженных столкновений и конфликтов на Земле. Вот это те выборы, те вызовы, которым посвящен наш форум, наверное, посвящены наши мысли каждый день. Особенно хотел бы обратить ваше внимание на вызовы, которые не следует рассматривать как побочные следствия технологического развития, подобные перечисленным выше. Эти новые вызовы сами по себе являются плодами целенаправленного воздействия на человеческую природу и на человеческую личность. Я имею в виду проблематику, которая обозначается общим словом, общим термином трансгуманизм. По сути, это радикально новое учение, предлагающее, я бы даже сказал, агрессивно продавливающее, принципиально иной взгляд на человека и отрисающего те антропологические представления, которые существовали на протяжении тысячелетий. Вот именно на этом слове я хотел сегодня сделать акцент, как-то попытаться его раскрыть, что это тоже вызов, который не где-то далеко, в далекой Африке, а он очень близко к нам, и он страшен. Трансгуманизм – это идеология радикального изменения человеческой природы, предполагающее достижение актуального бессмертия, перенесение человеческого сознания за пределы биологического тела на иную материальную платформу. Это звучит как фантастика, но это учение опасно и неприемлемо, потому что нацеливает общество на создание суррогата человека, суррогата, способного в конечном счете полностью подменить собой подлинного человека. И при этом самосвязь этого техногенного андроида со своим прообразом, она весьма условна. По сути, эта идеология подталкивает к системной замене человеческой личности искусственным интеллектом. И мы на самом деле сегодня в самом начале пути, но этот путь начался. Нам следует помнить, что вопрос о природе человека и о его личности – это вопрос совершенно не технический. Это проблема глобального мировоззренческого порядка, игнорировать которую было бы в высшей степени опасно. Я проиллюстрирую эту проблему на судьбе двух молодых людей. Если можно вывести на экран презентацию. Вот видите, отец и сын, улыбающиеся, совершенно замечательные, открытые лица. Это отец юноши, которого зовут Джеффри Янгер. Его история стала известна, весьма так, это имя известно в Америке. В 2019 году произошла трагедия, семья его родителей распалась. Отец и мать по каким-то причинам разошлись, а два их сына – близнеца, Джеффри и Джуд. Один остался с отцом, другой с матерью. И вот мама, как-то подверженная этим новым, на самом деле трансгумунистическим идеям, решила, как она сама рассказывает, посещали Макдональдс. Она увидела, что ее сын Джеффри вдруг взял, и протянула руку не к машинке, не к трактору, не к танку, а к какой-то кукле. И она в этом увидела то, что, ну, наверное, мой сын, скорее не сына, а дочка, он все-таки, он, наверное, девочка. И она стала воспитывать этого мальчишку как девочку. Мальчик доверял маме, и то, что она говорила, он и делал. Одевался в платье, приходил в школу, называл себя другим именем. Они ходили, посещали терапевта, который поддерживал такие намерения мамы, применяли какие-то гормональные препараты. И вот на следующем кадре мы уже увидим этого юношу, Джеффри, с его братом, рядом с близнецом стоящим. Вот он начал постепенно изменяться. Эта история... Отец очень активно пытался вернуть сына, его естеству. Подавал в суд. Несколько штатов собирали целые демонстрации, и какие-то такие движения протеста возникли в том, чтобы сохранить вот этому юноше, этому Джеффри, его естество человеческое. Но судья, суд не поддержали. Он подвергся ряду операций. И вот эта достаточно свежая история, как будет его жизнь развиваться дальше, покажет время. Но время показало историю, чем закончилась история подобная. Некого Дэвида Рэймера. Следующий кадр. Дэвида Рэймера, который родился в 1965 году в Канаде. И также кому-то из родителей показалось, что он больше похож на девочку. Его изуродовали. Когда он вошел в возраст, стал уже взрослым молодым человеком, он понял, что произошло, и отказался от этих экспериментов, и попытался стать обратно мужчиной, каким он был рожден. Он перестал принимать препараты. Его там попытались как-то обратно ему вернуть даже по внешности его мужское достоинство. Он создал семью, принял приемных детей, но его психика не выдержала. И в возрасте 39 лет в 2004 году он покончил жизнь самоубийством. Вот это реальная история одного человека, который прошел через этот социальный пресс эксперимент трансгуманистический, о котором сегодня так много говорят, что это свободный выбор. Мы должны дать возможность людям выбирать, какого они пола, какого они гендера. Психика этого молодого человека настолько повреждена, что он не смог дальше жить. Он закончил жизнь суицидом. Почему я об этом рассказываю, и почему делаю на этом акцент? Какое отношение Америка, Канада имеют к нам? На следующем кадре есть два свидетельства. Это карта, я нашел ее в интернете, карта Соединенных Штатов Америки. В 2007 году был сделан запрос показать адреса клиник в Америке, которые производят вот эти операции по переменам пола над детьми. В 2007 году вы видите всего лишь два флажочка во всей необъятной Америке, две клиники, которые осуществляли такие операции. В 2022 году их уже 50. В каждом штате есть клиника, которая совершает вот это насильственное деяние над естеством человека, над естеством ребенка. Сколько лет должно пройти, чтобы люди увидели пагубность этого деяния, когда очередные мальчики и девочки с их невыдержившей психикой будут совершать суициды. Но сегодня это абсолютно распространенное явление. Я говорю об этом здесь, потому что вот следующим вопросом у меня такой возник. А у нас-то в стране есть такие клиники? Я набрал, думаю, дай-ка это в Яндексе. Я увидел десятки клиник в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, которые практикуют такие деяния. Да, у нас закон сегодня еще не позволяет это делать насильственно, без воли родителей. Но мы видим, как быстро меняется ситуация. Еще недавно для нас было диким наличие людей, которые меняют пол. Ну вот еще четыре года назад я столкнулся в одном из городов нашей области. пришел священник и задает вопрос Владыка, скажите, как быть? Мы активно работаем с городской думой и вот депутат, профильный депутат, который должен решать наши вопросы, поменял пол у нас, в нашей области. Как мне с ним общаться, обращаться к нему за помощью, что делать? Вот это было четыре года назад. И вот такие один-два флажочка через пять-десять лет они могут стать сплошь и рядом обычной практикой, если мы не будем воспринимать это не толерантно, а трезво, внимательно и оказывая этому определенное сопротивление. Мы должны знать об этом и понимать, что мы можем противопоставить этому вызову. Что мы можем противопоставить? Ну вот есть такой очевидный закон, он понятный, что мы растим и воспитываем себе подобных. Наше общество, наша школа в течение долгого времени готовила и воспитывала потребителя. Мы сами во многом стали потребителями и привыкли к этому. И нам от этого хорошо, как-то естественная среда. А ведь и школе, и нашему обществу нужен не потребитель, нужен творец. Что мешает нам самим стать творцами, увлекая к этому наших учеников, наших детей. Конституция? Да нет, не мешает. Законы? Нет. И даже вот совсем недавно 9 ноября принятый подписанный указ номер 609 о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, это один лишь из инструментов, который должен помочь нам занимать активную, созидательную, твердую позицию по сохранению духовно-нравственных ценностей. Я думаю, что нам может помешать только наша косность. Что делать, что для того, чтобы противостоять этим пагубным явлениям, чтобы сохранить и наших детей, и нашу страну от разложения и подобного уже упомянутого уничтожения? Нужно знать, нужно знать рубежи, рубежи духовной безопасности. Вот сейчас идет военная операция, и мы знаем, смотрим, наверное, новости, репортажи о том, как это происходит, как оказываются люди в неизвестной для них местности, они должны ориентироваться, должны понимать, где высота, где окоп, где можно укрыться, а где можно нападать. Человеку нужно ориентироваться в том пространстве, в котором он живет. На самом деле, в духовных вопросах нужно также ориентироваться, вот как военному надо ориентироваться по карте и на местности, учителю, педагогу, гражданину нужно ориентироваться в вопросах духовных, чтобы иметь возможность защищать эти рубежи. Что для этого можно сделать? Я скажу о двух направлениях. Ну, естественным обратиться к первоисточнику, естественным будет, чтобы каждый человек, который хочет хоть как-то повлиять на духовную нравственную ситуацию в нашей стране, должен открыть Евангелие и его прочитать, ознакомиться с первоисточником. Не важно, это учитель, который преподает основы религиозной культуры и светской этики в своей школе, или это родитель, который растит своих детей и должен отвечать на те вопросы, которые задают ему дети, или ситуации, в которые дети попадают. Очень важно опираться на откровение Бога людям. Но я хотел еще и еще один инструмент представить ваше внимание на следующем слайде. он появится. Инструмент, который 20 декабря будет справлять свой день рождения. Уже год начала свою работу онлайн образовательная площадка, которая называется Клевер Лаборатория. Площадка, которую создал Синодальный отдел религиозного образования и катехисации для того, чтобы решить одну простую задачу. Задача была такая. У нас большая страна, города, селы, деревни, далекие, близкие. И учителя, которые вынуждены по какой-то причине преподавать курс основы религиозной культуры и светской этики, испытывают достаточно много трудностей методических, понятийных. Надо где-то брать материалы для проведения уроков. Мы, собственно, создали этот ресурс для того, чтобы дать возможность на этой площадке получить хорошее образование, пройти хорошие курсы повышения квалификации любому педагогу, где он находится. На Камчатке, на Востоке, в Центральной России и у нас на Урале. Следующий слайд. Для кого создан проект, вы видите на экране. Тут у нас и преподаватели, и сотрудники школы, и люди, которые занимаются воспитанием. А на следующем кадре мы увидим, для чего для достижения каких целей реализован этот проект. Еще раз напомню его наименование. Клевер лаборатория. Следующий кадр. Вы видите адрес, на котором можно попасть, зарегистрироваться на этой площадке. И что можно здесь обрести. Посмотрим на следующий кадр. Курсы повышения квалификации. 16 часов, 72 часа. Диплом установленного образца по прошествии курсов. Ну, хорошо, что диплом можно получить, но лучше сказать о том, что на следующем кадре, пересните, пожалуйста, вот преподаватели, которые работают с аудиторией на этих онлайн занятиях, я бы сказал, это одни из лучших в стране преподавателей, доктора, кандидаты педагогических наук, богословия, люди, которые блестяще владеют материалом и помогают этому овладению этими материалами тем, кто стал пользователем платформы. Следующий кадр. Уже более 50 регионов учителя в более чем 50 регионах стали пользователями нашей платформы. За год немножко более тысячи учителей прошли здесь повышение квалификации получили дипломы. Отмечу, что по сей день образование на площадке бесплатно, то есть дипломы получаем, а платить пока что ничего не надо. И это важно, нужно и дает свои результаты. Следующий кадр. Здесь перечислены плюсы, которые получит, обретет человек, посетив нашу образовательную платформу. И на следующем кадре мы увидим еще раз, как на нее попасть. Я не мог не рассказать об этом инструменте, потому что это действительно работает, это действительно помогает учителю, родителю, активному гражданину получить определенные компетенции, квалификацию и иметь возможность отвечать на вызовы глобальные или семейные или внутри школьные и делать это профессионально. Мы постарались, чтобы обучение на этой площадке было действительно эффективным. Ну и в завершение, прежде чем я спущусь в зал и мы услышим наших очень интересных докладчиков, хотелось вам продемонстрировать один из материалов, которые размещены на нашей образовательной платформе, это такие пособия, краткие фильмы для ролики, для того, чтобы учителя на уроках по основам религиозной культуры и светской этики могли прежде чем начать самим рассказывать о каком-то вопросе, о заповедях или о подвиге, или о родине. Ну вот мы сняли такой сериал к десяти урокам, а сейчас снимаем еще к двадцати, чтобы каждый урок был сопровожден такого рода роликом. Я предлагаю посмотреть это урок Россия моя родина, почему Россия моя родина, как она ею может быть, как об этом на платформе КЛЕР лаборатория мы постарались рассказать детям, учителям, чтобы урок был яркий, содержательный и понятный. Благодарю за внимание, внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КРИСТИНЕ получает андроида. Робот Макс почти неотличим от обычного мальчишки, но Кристина понимает, придется постараться, чтобы он смог стать настоящим человеком. «АПЛОДИСМЕНТЫ» Все, с математикой покончено. Можно идти гулять. На повторение уроков ужин и чистку зубов уйдет три часа, а значит, прогулка невозможна. Но можно подкрепиться здоровый образ жизни. «АПЛОДИСМЕНТЫ» Зануда. Когда ты станешь человеком? Я же тебя перепрограммировала. Я максимально похож на человека. Папа так говорил, но нет. Чего мне не хватает? Чувств, семьи, родных, друзей, родины. Во-первых, не все люди эмоциональны. Во-вторых, у некоторых нет семьи. В-третьих, мой друг ты. Спасибо. В моем интерфейсе есть такая переменная, как Родина. Сейчас это Россия, самое большое государство в мире. Язык русский, население 140 миллионов. Ты просто перечисляешь на самом деле. Родина это нечто большее. Объясни. Ну, много всего. Сразу стало ясно. Погоди. Возможно, нам помогут папины обучающие очки. обучающие очки. Ну что, помогло? Это уже было на моём жёстком диске. Я обладаю необходимой информацией. Тебе не хватает личного опыта. Нам просто необходимо выйти на улицу. Думаете, так и останешься железкой. Ну, если это необходимо для обучения. А нам точно поможет то, что мы вышли на улицу. Мне уже помогло. Я хотела погулять, я гуляю. В России живут разные народы. Как она может быть родиной для всех? Не знаю, но как-то может. И для той девочки тоже? Чего одна сидишь с ребятами не играешь? Я из Бразилии. Может, они не захотят. Ты из Бразилии? Угу. Наверное, хорошо играешь в футбол. Угу. И говоришь по-русски отлично. Моя мама русская. Мы недавно сюда переехали. Скучаешь по родине? Мне много чего не хватает. Наверное, это непросто. Всё это да. А почему бы ты скучала, если бы ты уехала? По поездкам загорит с родителями. По бабушкиным пирожкам. По маминой колыбельной. Помнишь подушку из пуха? Разве её позабыть? Мёд надоест, венни пуху. Всё может быть. Наверное, с таких мелочей складывается любовь к родине. Маруся, я познакомлю тебя с ребятами из нашей футбольной команды. Мария Степановна, а где я? Кристина, проходи. Здравствуй. Пошли. Ты сегодня с новой подружкой? Это Маруся из Бразилии. Она очень хорошо играет в футбол. Здравствуй, Маруся. Здравствуйте. Тяжело было уезжать с родины? Да. А мне нужно было бы только перезагрузиться. Потому что ты робот, я не понимаю, что такое родина. Я обучаемый робот, я бы понял, если бы ты мне объяснила. Сестер, может быть, у вас получится? Так, с чего начинается родина? Ну, наверное, это ваш дом, в котором вы живёте. Это дорога из школы, по которой мы ходим каждый день. Ваш двор, в котором вы гуляете со своими друзьями. И играете в футбол. Это наши родители, наши бабушки, дедушки. Это колыбельные песни, сказки, которые они нам рассказывали. Это наши традиции, наши праздники. Наш язык, на котором мы говорим и думаем. Наша вера. В России столько разных народов. Да, Кристин, ты права. Это уникальная способность нашей страны. Мы живём все вместе и уважаем друг друга. Русский – это, наверное, не национальность. Это образ мышления. Большая часть жителей России – православные христиане. Ты прав. Мы живём в православной среде. А что главное для христианина, кто мне скажет? Любить Бога и своих ближних. И быть готовыми пожертвовать своими желаниями ради них. Понятно. Понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!